Дорогие мои полуночники и все те, кто будет смотреть данное видео в дневном эфире, в любое время суток, всем вам большой привет! Вы находитесь на канале Любимого ТВ, это Тара Терапевтический канал, и я природная ведущая Татьяна Любимова. Сейчас у нас рубрика «Ночные посиделки». И давайте так, тема общая, будет один вариант, нужно смотреть видео от начала и до конца, разговор с его душой, любить женатого или любовь женатого человека. Девочки, не свободный в любых отношениях, но, возможно, это неофициальный брак, когда вы любите человека или неопределившегося в своих чувствах, либо же вы знаете, что он живет другой жизнью, в другой семье, разные случаи бывают. Давайте попробуем посмотреть, что у него в мыслях, что у него происходит, есть ли у него чувства к вам. Удобно располагайтесь перед экранами ваших мониторов, расслабьтесь, подумайте о этом человеке. Давайте посмотрим сейчас энергию, что нам показывают. И вы можете посмотреть, сходится ли с вашей ситуацией то, что я буду сейчас описывать, то, что будут вам говорить Арканы Таро посредством моего прочтения. Итак, шестерка мечей, трудный путь, сложный переход от чувств к действиям, от мыслей до принятия решений, сложный переход, сложный. И, возможно, там когда-то где-то впереди будет лучше, но сейчас, на данный момент, двойные ощущения. В сердце тяжесть. Это общая энергетика. Это может быть у вас, это может быть у мужчины, может быть вместе. Смотрите, Аркан Луна. То есть достаточно закрытая ситуация, очень много неразделённых чувств, либо несбывшихся желаний. Наверное, вам не видно вот так лучше, да? Те планы, которые вы возлагали на совместное, возможно, у кого-то проживание даже будет, у кого-то совместные планы, любовь, развитие отношений. То есть здесь закрылась информация, что-то стало совершенно непонятно, что происходит, да? И вполне возможно, что… Знаете, когда человек себя чувствует загнанным в угол, когда рушатся надежды и повышается эмоциональность, повышается чувство страха, вместо прекрасного будущего, да, нарисовывается довольно-таки беспросветная, безрадостная картина. И здесь ваши ночные страхи, они могут взыграть и начать вами руководить, манипулировать. Возможно, ваша ситуация сложна и неясна. Вы находитесь в невидении, вам предстоит сложный путь, да, вы это понимаете, хотите что-то для себя выяснить. Но здесь очень большая нереализованность. И закрытие, закрывается информация, и есть над чем поработать, да? Как-то восстановить нужно себя, свою нервную систему, энергию, да, восстановить, стараться больше быть на позитиве всё-таки. Но это через «не могу» даже иногда. Здесь нужно браться за себя, потому что, смотрите, у вас идёт отшельник, скорее всего, вы либо одиноки, либо вы расстались с человеком. И у вас внутреннее одиночество. У кого-то, девочки, настал такой период, что одиночество вдвоём, и вам нужно просто набраться сил, ничего не бояться в этот момент и идти вперёд, не бояться остаться одной. Всю ту энергию, которая есть у вас сейчас, преобразовать просто в нахождение своего собственного пути, нахождение себя, прохождение определённых уроков, сложная и серьёзная ситуация. На самом деле, девочки, у кого срабатывает, смотрите, пожалуйста, с удовольствием. Кто-то может просто смотреть для себя. У кого всё хорошо, я не думаю, что это ваш вариант, но, может быть, вы просмотрите свои прошлые отношения, и это будет также перепросмотр для вас и вытягивание из своих подсознательных, внутренних паттернов какой-то информации для проработки, чтобы вам всё-таки было легче. Девочки, тройка кубков. Давайте-ка мы вот этот аркан сейчас уточним, потому что здесь девушка, видите, она сидит в грусти и в печали, она не радуется, она в задумчивости, то есть от классики отличается данная формулировка. И мы давайте посмотрим, что это, что означает сей аркан. О ком речь? Ну, во-первых, мужчина, мужчина страстный, скорее всего, партнёра, которым, вы думаете, оказался любовником, просто мужчиной для любви, хорошим любовником. Но не более того, давайте ещё откроем. Мы видим, что дорога, возможно, он стремился к вам и приезжал, и вы виделись, да, если вы живёте на расстоянии, или была об этом речь, но мы видим девятку мечей. Вот здесь происходит, что всё было хорошо, дороги, в принципе, открыты, возможно, вы встречались, или вы должны были встретиться. Действительно, были какие-то планы и должно было быть развитие. Ну, вот мы видим здесь девятку мечей. То есть произошло что-то, что заставило либо испугаться, либо поменялись планы. Здесь может быть негативная программа, наведённая от конкретного человека. Возможно, обстоятельства сложились так, что, знаете, усиление негатива, возможно, собственного. Одно накладывается на другое, и получается так, что нет просвета, нет выхода. Вроде всё хорошо, но в определённый момент, возможно, это страхи усугубили ситуацию, и человек засомневался, либо вы в правильности ваших действий, да, либо это действительно внедрение и какое-то вмешательство в то, чтобы разорвать позитивный эмоциональный фон между вами, в ваше позитивное общение, да, то здесь идёт нота негатива, и причём очень даже сильная, как будто бы какое-то воздействие. Появляются страхи, возможно, недомолвки или момент отчуждения. Ну, как навязанный страх, да, какие-то, возможно, как страшилки из детства, откуда-то оттуда. А, возможно, думаете, не испортится ли ваша карма, да, в связи с вот этим человеком. Давайте так. Что сейчас происходит у него в целом? Девочки, но он находится в своей семье. Вы видите пятёрка и иерафант. Мужчина на данный момент не собирается никуда уходить. Что ещё? Что ещё происходит? Шестёрка пентаклей. Скорее всего, здесь нет хороших, прочных, дружеских отношений. Был разрыв даже дружеских отношений. И вот то, что деньги и заземлённость и позиция того, кто, кому, сколько, чего даёт. Вот здесь интересный вопрос. Давайте ещё раскроем, что это, что происходит с ним сейчас. Так, и надежда на будущее. Что-то здесь, там прям перекрытие идёт какое-то. Не видит просвета, не видит будущего пока. Ситуация. Либо, знаете как, вот здесь на перспективу, на какое-то необозримое будущее, возможно, человек разберётся и захочет, возможно, предложит вам ещё общение, дружбу, какую-то свою помощь. Но пока что, пока на данный момент, здесь, знаете, как выбор идёт? Что ему выгоднее? Как ему выгоднее? Он сейчас решает этот вопрос. Сколько может дать вам? Сколько он может оставить себе? Может быть, ничего совершенно не готов давать. И планы у него, конечно же, есть. Но, скорее всего, вот он выбирает достаток, он выбирает спокойствие. Иногда даже, знаете, бывает момент, вот как откупиться просто, откупиться от чувств. Что-то сделать приятное, или сказать, давай останемся друзьями, помогу, чем могу, ну, возможно, да, как-то. Или же он выбирает вот такую тактику, при этом он сосёт энергию в этот момент с кого угодно, возможно, даже с вас. Здесь выбор между стабильностью, между тем, как донор и вампир. Вот примерно то же самое может быть. Здесь идёт стягивание энергии, повторюсь, хотя вам может показаться, конечно, картина обратная, но я считываю общую информацию и то, что мне говорит данное сочетание по практике. Человек выбирает стабильность, спокойствие и умеет ловко манипулировать, жонглировать данными обстоятельствами, да. Человек улыбается, он сейчас, здесь и сейчас, мы не видим, что у него идёт какое-то угрызение совести, и он делает всё для себя, любимого, как-то здесь эгоистичный очень подход. И что-то недостижимое, недосягаемое на данный момент. Что это? Кто это? Опять идёт эквилибр, опять жонглирование, да, только уже булавами или булавами. Девятка. Здесь закрывается быстрота, она уходит, быстрота движения, если вы хотите что-то узнать от этого человека, чтобы он написал, чтобы он объяснился. Всё это уходит в план куда-то туда, на будущее. Возможно, вы надеетесь, что через какое-то время он примет решение, или он к вам примчится, он даст вам весточку. Но на самом деле человек... Давайте здесь ещё я возьму. Очень странное. Да, человек защищает каким-то образом свои интересы, дорогие. Свои интересы. Этот мужчина пока остаётся в семье или в тех отношениях, которые у него есть. Давайте посмотрим, что он думал сегодня о вас перед сном. Думал ли он вообще о вас? У кого-то могут быть очень странные отношения. Возможно, вы расстались и просто хотите, желаете узнать, что он думал сегодня перед сном. Скорее всего, он думал. Мы видим здесь аркан влюблённый, но ситуация очень сложная. Опять же, это ситуация выбора. Он понимает, что он вас ранит. Он понимает, что он ведёт нечестную игру. Вот тут у нас луга воздуха. Лёгкий и переменчивый, да? Но ничего серьёзного на самом деле. Мы видим здесь туз, огня. Мы видим, скорее всего, что это было что-то стремительное в вашей жизни. Вы почувствовали страсть. Скорее всего, за длительный период времени через страсть, через физическое влечение у вас произошёл новый поток энергии. Вы как-то воспряли духом. Вы могли просто почувствовать вкус жизни, вкус встреч. У кого-то уже на этот момент не было, может быть, доверия к мужчинам, возможно, не было желания встречаться. Этот мужчина разбудил в вас женщину. И, можно сказать, потом вот так легке смотался, унес всё куда-то. Кто-то в свою семью, кто-то в другие отношения. Девочки, ну, это мысли, чувства. Есть ли у него чувства? План? Здесь мы видим, смотрите, какая игра происходит. Опять же, это восьмёрка. Здесь земля, но мы видим девушку, которая играет на волшебном инструменте и может гипнотизировать. То есть, здесь идёт некая манипуляция. Давайте ещё посмотрим. Четырнадцатый аркан. Пока идёт умеренность. Здесь как бы человек понимает, что выше головы он пока прыгнуть не может. И ещё. Восьмёрка воды. Перевёрнутый аркан. Знаете, здесь есть чувство, но чувство — это было какое-то любопытство. Ему было интересно. Интересно познать вас как что-то прекрасное и новое для себя, как какой-то цветок, допустим, неописуемой красоты или очень необычный. Вот такого он ещё не видел. Вот такого нет в его коллекции. И он просто может засушить это и положить в свой гербарий вместе с другими лепесточками. Девочки, ну, всё начинается с манипуляции. Манипуляция, потом идёт некий застой. Сманипулировал, поймал вас в вашей сети. Ну и потом не обижайтесь для коллекции. Его действия. Дорогие, вот здесь идёт какой-то подлог. Либо кто-то, кого он слушает, знает. У вашей встречи здесь идут просто помехи. Помехи. Идут помехи. Здесь идёт неискренность. Опять же мы видим манипуляции некие. Действия. Действия. Вот здесь есть луга огня. Но это человек, который может сводить с пути истинного, как говорится. Он кого-то слушает. Или же здесь действия. Может пообещать и не сделать. У кого-то, девочки. Здесь, видите, десятка воздуха. Здесь могло произойти расставание. Здесь цель ушла, не достигнута. И вот осталась только туфелька в руке. Как золушка. Только, видите, в обратной ситуации. Вот такой золушок, скорее всего. Или принц, который сидит с туфелькой. Но принц-то переживает о том, что не сложилось. Но навряд ли. Лично я не верю в искренность чувств этого человека. Вы видите сами. Здесь тоже идёт манипуляция. Мак. Мы видим женщину, которая пытается что-то своей отверткой подвинтить. То есть, это совершенно неуместно. Такая изобретательница. Но мы смотрим, что хочет женщина. И тем не менее, мы смотрим на его поступки. Девочки, возможно, вы как-то. То есть, ваши действия в этой ситуации, они будут нелепы. Они будут не к месту. Давайте так. Мужчина. Мужчина. Что он ещё нам покажет? Девочки, ну, во-первых, манипулятор. Иногда агрессор. И ему действительно, если ему нужна страсть, он сделает для этого всё. Но в любви пока, если вы надеетесь на что-то, что чувства, какие-то действия, не верю. Вот не верю. Это не император, это манипулятор. И мужчина, который не готов нести ответственности, он не будет предпринимать какие-то шаги и действия в вашу сторону на данный момент или на ближайший период времени. То есть, этот мужчина, который он может просто попользоваться женщиной, попользоваться её энергией. Это реально энергетический вампир, который иногда выходит на охоту. Вот как задякованный бабочкой, за оленьким цветочком, сказочным, необычайным. И потом теряет к этому интерес. Берёт свою коллекцию, ставит галочку, плюсик или же минус. Давайте возьмём ещё. Так, совет, рекомендация для вас. Кто-то, конечно, из вас обижен на этого человека. Но получит ли он такой волшебный пинок со своей действия? Давайте спросим. Ну, во-первых, смотрите, здесь идёт внутреннее одиночество. Давайте ещё. Ну, да. Тройка мечей, в принципе, скажем так, бесследно это не пройдёт для человека. Здесь, знаете как? Здесь идёт выжидательная позиция. Месть – то блюдо, которое подаёт холодным. То есть, всё-таки, у этого человека тоже не будет для кота масленица всё время. Здесь тоже есть какие-то проблемы. Ну-ка, давайте ещё проверим. Ну, я так понимаю, что радоваться и злорадствовать не нужно. Просто у этого человека тоже большой энергоспад. У него свои проверки, задачи, своя отработка. И может, знаете как, получится просто, что через какое-то время вы узнаете о его неуспехах, о каких-то его неприятностях. И, возможно, девочки, вы даже не будете радоваться, вам будет просто всё равно. Давайте вот ещё что спросим именно для вас. Да, что вам? Возможно, что вам делать? Тёрка Пентаклий, принц Чаш и восьмёрка Мечей. Девочки, вы сами себя во многом ограничиваете. То есть вы не видите иногда сами перед собой путей, дорог, выхода. Вы должны понимать, что из любой ситуации всё-таки вы можете выйти победительницей и верьте в своё счастье и в принца на вороном коне, который придёт к вам с любовью. Сейчас вам плохо. Вот ваша зона комфорта, где вы не трогайте меня, да? Уйди, старуха, я в печали. И ну, плохо. Многие из вас переживают. Кто-то ушёл вот в эту зону комфорта. Опять же, есть недоверие. Но вам показывают, что у вас не всё потеряно. Принц Чаш на вашем пути может появиться. Очень даже. И причём это будет неженатый человек. Уже был, кстати, у нас повторяются повторяются некоторые моменты. Значит, девочки, вы попадаете опять на это видео, да? То есть, обратите внимание. Кому-то, да, придётся взять себя в ежевую рукавицу. То есть, взять себя в руки, справиться со своими эмоциями, поверить в то, что у вас есть крылья за спиной, которые вынесут вас из этой ситуации. Даже несмотря на то, что у вас закрыты глаза и связаны руки. Ноги не связаны. Вы можете выбраться из этой западни. Причём, здесь вам предупреждение, что нужно, не нужно заливать горе в алкоголе, да, или ещё как-то бороться чем-то, ну, злоупотреблять, да, чем-то не очень полезным для вашего здоровья. И это 7-минутное, может быть, будет какое-то забытие, да, забытие за что-то такое. Потом будет просто ещё хуже. Вы сами это знаете. То есть, берите себя в руки, берите в ежовые рукавицы и исправляйтесь с этой ситуацией. Вас ещё ждут великие дела. Подготавливайтесь к встрече с вашим принцем, с другим принцем. Шестёрка, чаш, дорогие, это может быть человек, который будет вам действительно родственной душа, которого вы будете знать очень давно. Это будет интересный, честный диалог, да, приятный. Мужчина во всех отношениях, родственная душа. На этом приятном моменте мы заканчиваем сегодняшнюю нашу встречу, наши ночные посиделки. Девочки, кто смотрит днём, ничего страшного, просто этот выпуск выходит ночью для тех, кто не спит, да, для полуночников, но если вы даже смотрите днём рано утром или вечером, приятного просмотра. И я надеюсь, что вы с удовольствием ставите лайки, подписывайтесь на мой канал, кто хочет обратиться на индивидуальный приём. Пожалуйста, смотрите информацию под видео. Я оставляю контактные данные и просьба писать сначала и смотреть внимательно на время, которое я указываю по московскому времени в ваши регионы, страны. Пожалуйста, соизмеряйте, смотрите, который час в Москве. До новых встреч, до новых видео. Пока-пока.